Привет, зритель! У меня тут как бы типа это... Ужин! Я тайпила, я очень хотела есть, я не понимала, что я хотела есть. А когда я уже поняла, что я хочу есть, ну, добивала одну страничку, я поняла, что дико хочу есть. Я очки уляпала. У меня тут салатик, значит, этот, сметана покупная. Фиг знает какая. По-моему, не это, не простоквашина, а что-то другое. Я что-то увидела в магните и купила. У нас внезапно сметана снова дешевеет. Даже эта, даже которая простоквашина внезапно дешевеет. Я хз, что в этом мире делается, но... Смотрю в этом приложении Сбербанка, доллар подешевел, сметана слегка подешевела, бананы только что-то подорожали обратно. Короче говоря, у меня тут, значит, два вареных яичка. Ну, маленькие такие, вкрутую. Зеленый свежий лучок из теплички с нашего сада. Солька, щепотка. И сметанка эта 15%-ная. Я подсела на хлеб боярский. Третий раз покупаю. Правда, последний раз он у меня... Ну, короче, он с сухарей, два куста ушло, больших таких. У меня тут соленые помидорки. Меня родственники угостили. У меня тут пюрешка со сливочным маслом на молоке, с укропом. Вообще, это быстрорастворимая пюрешка. Я его вроде еще не обозревала, потому что одна упаковка у меня пришла слегка порванная. Чуть-чуть там высыпалась. А вторая, значит, это я уже купила ее, когда поняла, что пюрешка офигенная. Чисто в деревню, но она у меня в шкафу убрана. За ним идти искать. Я вообще не очень помню, куда я его засунула. Ну, короче, там в составе чисто сухое пюрешка. Я могу потом в телегу скинуть фоточку, я, может, туда даже и кидала. Или просто этот артикул прочитать. Сейчас не смогу, потому что я с телефона, как бы ты уже понял, управляю. В общем, сейчас мы тут похаваем с тобой. У меня тут пюрешка с укропчиком. Я вообще люблю пюрешка. Если картошечку, вот пюрешка картофельная, обязательно, чтобы было побольше посоленое и с укропчиком. У меня тут, правда, ложка и вилка. Наверное, все-таки лучше как-то одной, чем-то одним есть. У меня, конечно, было двумяркой. Я начала думала чисто пюрешкой поесть, а потом, ну, с помидоркой. А потом, думаю, у меня тут это, в купыле что-то увидела этот салат, который я тоже периодически делаю. Можем думать, сваять этот салат. Правда, там еще перец был молотый. Я забыла положить этот перец. Я вообще как-то не кладу этот перец молотый. А это пюрешка я уже как-то делала на днях. Именно вот с укропчиком укроп. У меня свежерезанный укроп, короче, там укроп и соль. Вместе смешиваешь, в холодильник суешь, а потом в суп добавляешь и еще куночек. На следующей неделе буду размораживать холодильник впервые за его жизнь у меня. Потому что его надо раз в год, хотя бы раз в год размораживать, а вдруг летом будет жарко, а сейчас как раз в дубах такой. В России как-то слегка многое через жопу делается. Например, когда было жарко, нас топили. А когда вот сейчас холодно, нас не топят батареи такие. У меня такие ледяные ноги бывают. Я вчера, когда я долго не могу уснуть, или поздно ложюсь, или лежу и долго без сна. Короче говоря, я вчера поняла, пришла к выводу, что когда я лежу без сна, и у меня ноги такие ледяные. Но они как бы обычно холодные, но бывают, что не совсем ледяные. И вот когда они замерзны, совсем ледяные такие. Я сижу вчера на кухне, что-то не помню дело, думаю, это я остываю, когда у меня ноги ледяные. А в год батареи примерно как мои ноги обычно бывают. У меня зрители вообще никакой особой темы для раздовора нету. Не случилось, я что-то не придумала, ничего. Я вообще думала, что надо бы записать АСМР. Но у меня случился вчера спонсор один. На АСМР дробь мукбанг. Человек захотел мукбанг. Я была уверена, что АСМР надо будет писать. Короче, это солёные зелёные помидоры. А пока вы их видно, да? Я что-то не стала гемориться с кольцевой лампой, у нас только потолочный свет. На самом деле, я тупо хотела есть. Камера у меня, оказывается, слегка немножко разряжена была. Пришлось лучше на зарядку поставить, пока я бояла покушать. У помидорчиков скурка крепкая. Ну, конечно, они как бы зелёные же изначально были. Но и вкусно в суп кидать. И такое ощущение, что там был чесночок ещё. Или просто не островатый, фигнат. Это у меня у родственников была открытая банка помидор. А у меня такие уже закончились. У меня только красные остались. Для баночки маринованных. У меня спросили, хочешь что-нибудь помидору? Хочу. И надо мной поржали. Как голодающие поволзья. Ну, фигли. Сами предлагайте. В рецепте было 3 столовых ложки сметаны. Я положила одну с горкой. Ну, может, хоть две. И оно довольно жидко. Обычно-то я наобум делаю. Ну, на глаз. А тут, думаю, по рецепту сделаю, как белый человек. Третью ложку ложить не стала. Думаю, я сону так жидко вообще. Прямо на хлеб можно намазывать. Я всё хочу сделать. Мама у меня делала такие штуки. По праздникам идти по-другому. Берёте яйца куриные, варите. Вкрутую достаёте оттуда желтки. Ну, располовинивайте их. Вот так вот. Когда оно вальденькое такое. Желтки откуда осторожно достаёте. Измельчайте все желтки. Чесноком. Сыром. И то ли майонезом, то ли сметаной. Я точно не помню. А, ещё и с укропом. Кладётся туда сыр. Или я перепутала. Короче, может там два варианта. В общем, чеснок, укроп, соль, сметана, либо майонез и желток. А потом обратно в эти половинки яиц, которые из белка. Зафигачиваете ложечкой эту штуку. И вот так раскладываете. Она дофига вкусна. Я вообще забыла про этот рецепт. А тут что-то в купе я недавно увидела. Думаю, обалдеть. Вспомнила, как намолдела. Не знаю, как мне делать. Не знаю. На хлеб намазала. Вилкой подцепляю. У меня в прошлом году было пюрёшко Релишовское. Там в составе была картошка и соль. Но у этого даже хлопья там написано сушёный картофель. Измельчённый. Это повкуснее немножко. Ну, а Релишовского я чё-то в продаже пока не вижу. Не на Азон, не на Вайберс. Там только этих. Больших, чтобы килограмм был, как у меня было. А вот там только по 400 грамм сразу несколько штук. Думаю, нафиг. А потом увидела. Оно было, по-моему, 240. А за 400 грамм вот эта пюрёшка. И смотрю, в составе только одна картошка. Я думаю, надо попробовать. У меня благородный тремор слегка. Я сегодня из сада приехала к рученикам. Кое-что сделать. За этим я пахавчиком накормили. Я сижу так, это суп ем, у меня рука тащётся. Подумала, запись-то идёт, а то у меня как-то был какой-то ролик. Где я записывала, я не помню ещё. И случайно нажала не туда. Или чё-то там глюкануло. Я сначала думала один салатик замутить, а потом думаю, блин, чтобы наесться этим салатиком, надо хотя бы штук 5 яиц куда-то фигахнуть. Я же есть. Вообще у меня там есть одна еда. Но она такая. Мне бы было её стрёмно есть на подруг. Потому что там, короче, я делала кашу с мясом в медленоварке. И немножко не рассчитала жидкости. Она у меня получилась как суп. А мясо попалось хоть и с вино, я специально выбирала. Ну, свинина на хрящах, в контейнерах, в Ашане, в неплывом бочём. И первый набор мне такой понравился очень, ну, я три, по-моему. Ну, сначала купила, мне понравилось, потом я ещё пару раз, пару контейнеров купила. Так вот второй раз, кошка, ну что ты за нафиг такой. Оно попалось очень такое жирное и жилистое. Ты же уже съела. И в итоге я это мясо расчленила на четыре части. И этой курице даю. Ну, вообще, изначально на шесть четыре. Но там оставалось четыре. И просто достала, думаю, кашу я сама съем. А мясо функционал жрёт. А в итоге я вспомнила, что... Я вообще поняла, что я хочу картошечки. Магазин за картошечкой мне было и на нивочи, потому что там что-то холодно. Я решила замутить пюрешечку. Я добавила её горячей водой, вообще кипевшей водой. Потом добавила молока и сливочного масла кусочек. Тут обычное покупное молоко. У меня козья что-то подзакончилась. Сейчас такой сильный ветрищик, что когда едешь по опаринам с горки, кажется, что едешь ты наоборот с горкой. А когда едешь с горкой, весь ветер в себя. Это вообще жуть. И одно дело, до солнечного на велике ты точно не можешь доехать. А другое дело, 10 тысяч километров до выдер, дофинчурить. Надеюсь, что в следующей неделе будет как-то потеплее и менее ветра. Наверное, надо тут ложкой добирать. Подзывение-то, наверное, было вилочкой витнуть. Наверное, здесь полотенце. Почему я в анараке? Потому что я тут маечка. Я понимаю, что можно деться потеплее, но... Мне будет жарко. Поэтому я сижу вот так. А ты, кстати, зритель, любишь пюрешку? С укропчиком. Ну, вообще картошку. С укропчиком. Мне одно время было поголовное увлечение пожиранием укропчика. Ну, в смысле, я его разве что в манную кашу не добавляла. А в итоге я ем двумя руками. За счет много сметаны оно как-то по всей тарелке расплылось. Что-то, блин, и помидорки-то небольшие. Я еще подумала, может, мне их мало будет. А выходит, что мне их много. У меня там зеленый чай порошковый с молоком заваренный. В чашке первая. Ну, что что-то я... В последние дня три как-то в чашке что-то завариваю. То смолу пуэра. Туанчан. То зеленый чай. А вы завариваете как ни черта. Я почти двух кусков хлеба с помечула. Я что-то так прониклась этим хлебушком, сидела вечером. Так хотелось есть, причем исключительно хлебушка. Я кусков, не знаю, куска три или четыре схомячила. Чаем. Сейчас децил прервусь, уберу помидорки. И будем с тобой чай пить, зритель. И снова я тут. Хоть окно у меня не закрыто, но что-то блин холодно. Правда, у меня до этого балкон был и раскрыт. Короче, я вчера в магните увидела зефир. Сто лет не видела его. Упаковочка немножко сменилась. Оно обычно в пакетике и было, если наклеечка сменилась. Зефир белородовый с ароматом малины и ванили. Вообще ванили и малины. Сокол. Мне очень нравится зефир от сокола. Тут 340 грамм. Он 100 рублей без копейки стоил. Кусочек хлебушка остался что-то. Так, и ещё у меня тут есть булочки. Их было изначально 6, а это и с хомячьего. С чаем после ужина. Мне иногда очень хочется вот таких булочек. Они одно время были по 4 штучки. В сумме 300 грамм. И сейчас снова стали по 50 грамм 6 штучек. Ну, мы за каждую штуку 50 грамм в сумме 300. А до этого были по 125 грамм. Булочки столичные. Русский хлеб. Кстати, тот же самый хлеб, русский хлеб, который я только что схомячила, этот боярский. Вчерашнего дня эти булочки, так же как хлебушек. А вот я могу булочку с чаем схомячить вместо сладкого. Она, мне кажется, такая слегка, ну, десертная. Чуть-чуть сладенькая. Ну, ладно, да всё. А можно. Наверное, можно подать. Вообще, я хотела с зефиром попить. Так вот, магните, раньше продавался этот зефир. Тоже по 6 штучек. Стоил, конечно, в разы дешевле. Иногда бы его просто белый. А вот ничего, захотела зефира. А ещё что-то так обленилась, я 2 месяца уже хлеб не делаю. Какие-то там сладости, которые я сама могу сделать, так же, как зефир. Но зефира я не делала ещё сама. Я делала только марсмеллу. Это ведь не совсем зефир, да? Зефир я только ещё думала делать. А вот вместо того, чтобы что-то там испечь и замутить, я покупаю в магазине. Либо хомячу то, что есть. Ну, типа там варенье какое-нибудь. Или булочку с вареньем можно вот эту, но сейчас я её так хомячу. Ну, как бы, она не сказать, что супер сладкая или вообще там сладкая. Но мне кажется, вот именно эту булочку с бутербродом, там, с колбасой или сыром не будешь есть, потому что она немножко такая более сладкая. Более дефектная. Даже у неё вид такой, ну, она не располагает на то, чтобы её с какой-нибудь колбасой или сыром хомячили. Как бы можно слопать, но она всё равно, мне кажется, немножко такой очень-очень тонкой сладостью отдаёт. Это вот если вы кроп какой-либо обжарки с молоком или без, то пьёте определённый период жизни, или раз вообще времени, то потом сможете пить чай с миндалём, потому что он сладкий. Или, конечно, потому что тот тоже сладкий. Или с такой булочкой. Зефирку я тоже схомячу. И вообще мне эти булочки нравятся так пока не мягкие. Потом они вот чуть-чуть вот так, дня два с половиной, три пройдёт, они уже такие слегка жёсткие. Ну, уже не то. Уже их так просто не схомячишь. И теперь, то ли он слегка изменился, то ли я просто его так давно уже не видела и не покупала. Вот у меня тут, там вообще было два, две упаковки. Я думала, две взять, но что-то, думаю, жаба задувшая 200 рублей на две упаковки. В общем, одна зефирина в одной упаковке, вот которая у меня, она была такая, слегка раненая её, приплюснула как-то, съехала она. Куста вроде тоже, но он такой какой-то, он первого мая сделан и четыре месяца живёт. Можно сказать, практически свежий, очень даже. Потому что сегодня у нас восемнадцатая мая. Я туда матист положила, в общем, чайную ложку с большой горкой. Она, конечно, китайская, не того цвета, который должен быть. И, ой, кусочек зефирки упал в чай. По вкусу с молоком она напоминает чутка моте. С такой лёгкой горчинкой. Свойственной моте. Так вот, я вчера прорывала домой, думаю, так хочу зефира сейчас это, 7 штуки 3 с хомячок. Еле-еле одной, Селёши. Не такие, побольше, чем обычные. Обычно, если 6 штучек, такие, там, упаковка 200, сколько, 240 где-то грамма. А тут 340. Кипяточку. Смотрите, при случаях не смотрел аниме 2014 года рождения. Там ещё фильм после него был, 2014 года рождения. Магазинчик Тамака. Я на него внезапно ткнулась, думала, новая оказалась, старая. А в той же студии вроде что и Кэйон. Правда, я Кэйон, по-моему, где-то смотрела. Ммм. На молока добавишь. Так вот, то аниме, оно само по себе, у него нет манги. И там была такая девчонка, я, правда, писала в телеге, но никто ничего не вякнул, наверное, не смотрели. Но в телеге у меня 83 землекопа, а на канале вас 6 лишним тысяч. Правда, не все же смотрят хавчики на камеру, но, может, кто-нибудь, смотрящий хавчик на камеру, смотрел это аниме. Так вот, девчонка, которая в итоге стала председателем клуба занятий с жезлом или танцем с жезлом. Такая, святая волоса. Я не поняла, я не помню имя. Я не поняла, то ли она неровно дышала к Тамако, потому что в аниме она докопалась до этого матидзо, то ли она цундуила матидзо, ну, в смысле неровно дышала к матидзо, но выдавала это, как бы, такую неприятню. Потому что она потом как-то странно себя вела еще и в этом фильме. Фильм называется «Любовная история Тамака». Я полезла после этого искать в интернете, ну, там, про героев, то есть все. Нашла на Википерди, то, что это вообще тупо аниме без всякого. Ну, без манги, без основы или еще что-то просто типа Ориджинал, как бы сказал, один товарищ, анимашник. И там вот что-то ничего не было сказано по поводу отношения этой девицы, я не помню, как ее звать, относительно Тамака или относительно матидзо. Я хомячу вторую девичку. Ты спросишь, думаешь, почему я ее дежу? Через пакетик, потому что она липкая. Даже если она не особо липкая, так удобнее. А булочку я, наверное, потом уберу булочкам. Чтоб она не подсохла. Мягкий, кстати, зефир-то. Я вот его... Он отдавливаю пальцем, он так пшук. Ну, если так у него нормально. Только бы этот... Консервант сарбаткария у пюре необычного. И бензолат натрия. Но нет этой серой. Ну, получается, куча вот эти, чем серая, эээ... серая. Которая серая. Которая зачем-то обрабатывает сухофрук. Хотя... Хотя... Я когда грузила последний в банк, у меня как-то получается его поесть, допустим, если не сразу смонтировать, или даже сразу, а поел с вечера или в обед, где-то после 4-х, то пока оно загрузится на канал, уже будет где-то поздно. Поздний такой храмчик. Ну, это если вот там кто-то сидит так, зашел перед сном, а тут Юля хавает. Остатки зеленого порошочка. Фух. У меня там где-то есть бумажные эти... Полотенца, ну, на ними тянуться надо. А это платочек. Я тут, значит, короче, из деревни, когда белье стирала, думаю, надо же какой-то беленький платочек. Ну, белая тряпочка какая-то. После того, как я из стиралки достала, значит, на сушилку повесила, думаю, белая тряпочка. Сняла, значит. Когда стала гладить, думаю, так присмотрела, думаю, блин, так это же бывший мой платочек соплевый. Мой причем платочек. У него такие очень бледные, бледные, слабо-зеленые такие полосочки на нем еще виднеются. Видать, он выцвел со временем. Отстирался. И стал практически беленький. А вот сейчас увидела желтенькие даже полосочки. Желтенькие и зелененькие. Он у меня был желто-зелененький такой в клеточку. Блин. Еще попить чай, но надо вставать в завар. Короче, я сейчас тебе покажу мандарин. Смотри, мандарин. У меня их было два таких мандарина. У них шкурка такая толстая, чуть меньше сантиметра. Я вчера в магните купила что-то, по-моему, то ли 130, то ли 140 за килограмм. Ну, в общем, у меня два мандарина на полкило ушло. Я сейчас уже есть его не буду. Я тебе просто покажу мандарин. Огромный. Я когда увидела, думаю, в фига себе мандарин. Ну, один мандарин лову. А что один такой мандарин брать? Ну, не понравится, допустим, ну, можно куда-то его пустить там на еду какую-то, куда-нибудь добавить. А понравится? А вдруг приду, уже мандаринов таких нет, да могу. Плюс сразу два мандарина. У меня есть шкурки мандариновые. Я почитала где-то месяца, может, уже три назад, что их можно высушить, ну, значит, измельчить, а потом до порошка измельчить, добавлять в какую-нибудь там пирожки, в прочую еду. Высохнет его шкурка, я ее измельчу. И буду добавлять в какую-нибудь еду. Фух. Что за это я делю? Посыпьте за компанию, надеюсь, ты похавал. А если смотрел то аниме, то дай знать в комменты, может, ты больше понял, чем я. Если у тебя есть какая-то тема разговорная для хавчика, можешь тоже оставить в комментах, потому что что-то у меня последнее время как-то это... Когда садишься хавать на камеру, все мысли о чем-то конкретном вылетают из головы, если только вот так вот по фону. Те режешь, не пойми о чем. Всем пока. Чавк, чавк, чавк.